Здравствуйте, дорогие друзья! В своем путешествии по книге Тейлим мы дошли до 121-го псалма. Это очень сильный псалом. Один из самых таких, отличающихся от остальных даже. Витраж Раба в начале главы Ваецы пишет, что первым произнес этот псалом, как про отец Яков, Яков Вавийну, когда он покинул Израиль и отправился к дяде Лавану. Что о нем пишут? Это сгула для спасения, для охраны в дороге, очень сильная. Потому что этот псалом написано, спас Якова от Элифаза, сына Исава, который послал, чтобы убить Якова. В этом псалме шесть раз повторяется слово Шамер, хранит, и мудрецы говорят, что это большая сгула для охраны. 121-й псалом для тех, кто ищет пару себе. Написано, чтобы в конце молитвы 18 благословений, после всех молитв и просьб, перед тем, как отойти назад, сосредоточенно прочитает 121-й псалом и будет послан ему или ей подходящий человек. Для защиты пути я уже говорил, и мы Кубаль говорили, особенно был такой рабе Хамуй, он писал, что когда провожают близкого человека в дорогу, нужно обязательно прочитать 121-й псалом для защиты его в пути. Если человек оказался в дороге один ночью, во время, когда злые силы, особенно нечистые силы, мощные, надо читать 7 раз этот псалом и защитят они его. То же самое пишет Шамуштигулим, выходящий в путь в ночь, один обязательно читает этот псалом. Есть очень интересный рассказ об этом псалме. Что рассказывают? Четвертому лебаническому рабе люди съезжали с разных сторон со своими тревогами, со всеми страхами. Один там без денег, один еще что-то. И вот среди них оказался такой был раб Шмуль Барон. Он был очень известный, богатый человек, непонятно было, чего он в общую очередь. Он всегда приезжал два раза в год, прошу Шанай 19-й кисля. Поняли, что это. Когда зашла очередь, он зашел к Рэбе. Говорит, Рэбе, я изготовлю выводку. Плачет, да, это прибыльное дело. Правительство обложило налогом. Есть бак такой, из него происходит разлив. Проверяют показания счетчика государственный чиновник. Он устанавливает это все. У меня беда. Один из моих работников изобрел способ воровать выводку. И второй тоже его поймал. Они вдвоем их поймали. Они сказали, что по моему указанию делали, и меня арестовывают, и скоро суд, и Сибирь, и так далее. Рэбе, я не знаю, откуда придет помощь, и откуда придет спасение. Он сказал эту последнюю фразу на иврите, цитирую из нашего псалма. И Рэбе ее продолжил. На иврите там есть... И неоткуда придет помощь. Придет неоткуда, и езжай, у тебя все в порядке. Когда нет шансов на спасение, точно выручишься. Рэб, только знаешь, что он говорит? Найди такого же, кто нуждается в спасении, который скажет, откуда придет мне спасение. Помоги ему, и Бог тебе поможет. Он вышел из кабинета, он начал... И тут он узнал, что... Что один из его знакомых, очень старый, там прозорился, сгорело у него все. Он тут же к нему, репшему, ну, приехал, там, сумму, открою новый трактир. Тот говорит, не могу взять, у тебя тоже проблемы. Говорит, я уверен, что помощь придет... Опять назвал эту фразу ниоткуда. Этот понимает, что вот оно. Уговорил его взять деньги. Короче, день сюда. Да. И вот все его, все настрои очень отрицательные. И вот судья вдруг говорит, что, знаете, много лет назад один юноша из дворянской семьи путешествовал поездом. И вот у него украли на станции все абсолютно, и у него не было денег. Он не приучен просить у чужих. Он провел на вокзале несколько дней. И тут к нему подошел один молодой купец. Видит, что-то произошло. Пригласил его, накормил, рассказал, дал ему деньги, купил билет на первый класс до дома. Ну, в общем, спас ему. Он говорит, этим человеком, который потерял, украли деньги, был я. А вот тому, кто вот мне помог, был вот этот вот человек, да. И все годы я мечтал отблагодарить своего спасителя. И вот что я хочу сказать. Сейчас я вижу, он, знаете, честный человек. Человек, который так поступил, который способен вытащить из кармана деньги, отдать их первому встречному, чтобы помочь ему, еще и с другого народа, и с другой веры. Он никогда не совершит преступление. Он невиновен. Вот так вот ничего не проходит. Для шедуха очень хороший 121-й псалом. Для шедуха написано, что это совершенно невероятно. Кто ищет себе пару, обязательно найдет. Что еще? Чтобы 121-й псалом еще... Ну да, тоже это считайте для шедуха, потому что пишут, что одинокие люди должны его читать для нахождения пары. Откуда придет помощь, помощь Господа. Сгула от страха большая написан этот псалом. Сгула от колдовства. Чтобы враги не нашли тебя, которые тебя ищут, нужно взять соль, прочитать над ней псалом и насыпать перед местным, где ты находишься, и пройдут мимо написано тебя. Для удачи перед важным делом читать 121-й псалом. От страхов. Бен Ишхай учит, что человек, который испытывает страхи, читает этот псалом, успокаивает. Его, кстати, написано в паре с 23-м псалмом. Следует читать при любой серьезной опасности. Лучше все два этих псалма выучить наизусть. Седьмой Любовичский Рэбэ говорил, что в комнате, где находится роженица и в комнате, где находится новорожденный, или на кроватке, вывешивает 121-й псалом. Даже когда роженица и ребенок находятся в больнице. Ну и последнее, что еще перед дальней дорогой читает для уверенности, чтобы охранял. И согласно обычаю, этот псалом произносится как молитва о избавлении от бед и выздоровлении. Это Мальбим. Брахава Ацрахава. Мальбим. 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 Добавил субтитры Алексею Дубровскому